Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В Ненецком округе предотвратили чрезвычайную ситуацию экологического характера. В поселке искателей обнаружили в открытом доступе плавиковую кислоту – высокотоксичное химическое вещество в заводской упаковке. Росавиация утвердила список субсидируемых региональных авиарейсов на 2022 год. Для жителей региона расширяется география полетов в Санкт-Петербург, Сыктывкар и Сочи. В регионе завершены последние работы по реализации большого трехлетнего федерального проекта «Информационная инфраструктура» по подключению к интернету социально значимых объектов. И в начале выпуска информация о эпидемиологической ситуации в регионе. За прошедшие сутки в Ненецком автономном округе зарегистрировано 15 новых случаев заболевания COVID-19. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в числе заболевших 12 жителей Наринмара и 2 жителя села Оксино. Кроме того, зарегистрирован один привозной случай из Санкт-Петербурга. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории, уровня референс находится 278 человек. Еще у восьми пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом иммуноферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 286 человек. Из них стационарное лечение получат 66 человек, амбулаторное – 220. Елена Левина по видеоконференц-связи доложила главе региона оперативные данные по эпид-обстановке в округе. Основная масса пациентов, 59% – это пациенты в средней степени тяжести, 7 – тяжелые, 10 – в крайне тяжелом состоянии. Основная масса – это пациенты у нас из города, 33 человека, остальные – это сельские населенные пункты. Лидирует у нас Красная и Шойда на сегодняшний день по заболевшим. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 1172 человека, как близко контактировавших с заболевшими. Напоминаем, что в Ненинском автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим, а также система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. В регионе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. По вакцинации у нас отмечается прирост вакцинированных. У нас первый этап прошло 18 588 человек. Второй этап, то есть законченную вакцинацию, имеет 17 615 человек. В процентном отношении привито более 61% взрослого населения. Что касается старшей возрастной группы, то здесь вакцину получили более 70% лиц старше 60 лет. В Ненинском автономном округе предотвращена чрезвычайная ситуация экологического характера. Об этом на оперативном совещании губернатора с руководителями органов власти в формате ВКС доложил глава профильного ведомства. В апартаменте природных ресурсов предотвращена возможная чрезвычайная ситуация, связанная с попаданием плавиковой кислоты в окружающую среду. Так, по обращению граждан были выявлены в районе бывшей Нарьяморской экспедиции, прямо по центру поселка Искатель, и в открытом доступе размещались плавиковая кислота в заводской упаковке в объеме 500 литров. Силами департамента, подведомствах учреждений и подрядных организаций мы данную кислоту поместили в закрытое помещение и по зельнику транспортируем вместо утилизации к недропользователям. Плавиковая кислота применяется при бурении скважины, является высокотоксичным веществом. Альберт Наратович, мы понимаем, кто мог оставить такое вещество опасное в открытом доступе? И что это за территория? Кому принадлежит эта территория? На данной территории работала буровая компания «Евразия». Конечный собственник данной кислоты на текущий момент неопределен. Мы данные материалы подготовим и направим в соответствующие органы для выяснения всех причин и последствий. Такие организации наказывать надо. Надо передавать тогда материалы в следственные органы, передавать в прокуратуру. Пусть привлекают к ответственности. Они, неважно кто, Евразия или какая-то другая компания, правоприемник, оставила в открытом доступе опасное вещество. А если бы туда дети попали? То есть могла произойти трагедия. Хорошо, что она не произошла, эта трагедия. Что ее предотвратили. Но те, кто виновен, должны понести ответственность. Значит, нужно передать все материалы должным образом в следственные органы, найти конечную организацию, кто оставил, и привлечь их к ответственности. Глава региона поручил руководителю профильного ведомства в 10-дневный срок направить все материалы по инциденту в правоохранительные органы. В собрании депутатов Ненинского автономного округа в соответствии с бюджетным процессом приступили к рассмотрению расходных обязательств на 2022 год главных распорядителей окружного бюджета. На парламентской комиссии по экономической политике и бюджету под председательством Натальи Кордаковой одними из первых рассмотрели расходы департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненинского автономного округа. То есть по названию видно, сколько у них полномочий, как они необходимы для жизнеобеспечения наших жителей округа. Стоит отметить, что в общей сумме это 8,8 миллиардов расходная часть этого департамента на 2022 год. Из них 2 миллиарда – это Усинская дорога, о которой мы говорим, что на самом деле проводится большая работа департаментами, затем губернатором, для того, чтобы быстрее достроить эту дорогу, и вот 2 миллиарда – это федеральное средство. На следующий год предусмотрены средства на реконструкцию автодороги на улице Заводской, разработку проектно-сметной документации, реконструкции дороги по переулку Озерный. Парламентария рекомендовали, кроме средств на ПСД, предусмотреть финансирование самих ремонтных работ. Более 611 миллионов рублей предусмотрено на капитальный ремонт автодорог, в том числе порядка 111 миллионов рублей на капремонт моста через лесозаводскую курью. Сооружение для временного проезда будет завершено в конце января следующего года. Срок окончания работ по ремонту основного моста по контракту – 31 декабря 2022 года. В настоящее время производятся расчеты по затратам на ремонт двух проблемных участков на автодороге Нарьинмар-Красная. Работы планируется провести летом следующего года. Стоит отметить, что в этом бюджете следующего года, 2023-2024 года, субсидии предоставлены будут ресурсоснабжающим организациям в размере 80%. Это была позиция фракции «Единая Россия» в собрании депутатов. О том, что необходимо, чтобы наши предприятия знали, что они вовремя получат все субсидии, потому что это также и их работники, которые получают заработную плату, чтобы не было никаких задержек. На обеспечение доступности коммунальных услуг в 2022 году запланировано 1 миллиард 300 миллионов рублей. Самая финансово-емкая субсидия на электроэнергию в проекте бюджета на 2022 год – средства предусмотрены в сумме 608 миллионов рублей. Субсидии на тепловую энергию и теплоноситель составят порядка 317 миллионов рублей. На горячую и холодную воду, включая подвоз холодной воды, водоотведение – более 111 миллионов рублей. На твердое топливо – 159,5 миллионов рублей. Серьезные критики депутаты подвергли расходы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Третий год подряд в бюджете предусматриваются огромные суммы по 160 миллионов рублей на вывоз мусора из населенных пунктов в Нарьинмар. У регионального оператора предприятия «Севержилкомсервис» нет стимула снижать расходы, по мнению депутатов. Например, использовать мусороперерабатывающие установки, сортировать мусор. Было бы, наверное, эффективно на перспективу приобрести морской речной флот для того, чтобы этот флот находился в собственности «Севержилкомсервиса» или в какой-то дочке, ну или в округе. И в перспективе данный объем финансирования можно снизить практически вдвое. Поскольку на судах населенные пункты округа можно было бы доставлять грузы, а на обратном направлении вывозить из поселения в Нарьинмар ТБО, в соответствии с нормативами, мусор из сел округа необходимо вывозить не реже одного раза в год. Ольга Русул, Владислав Носкин, телеканал «Север». Хорошая новость для жителей Ненинского округа, куда самолетам можно только долететь. Количество субсидируемых авиарейсов в 2022 году увеличится. Как и география полетов, Росавиация приняла соответствующее решение. Росавиация утвердила список субсидируемых региональных авиарейсов на 2022 год. Их количество вырастет на 40%. На программу выделено более 9 миллиардов рублей. Об этом сообщается с 9 ноября на сайте ведомства. Количество субсидируемых маршрутов в 2022 году составит 372. Согласно приказу Росавиации, субсидируемые рейсы из аэропорта Нарьинмара будет выполнять авиакомпания «Руслайм». С 1 января по 31 декабря 2022 года два раза в неделю авиаперевозчик будет осуществлять полеты по маршруту Нарьинмар-Санкт-Петербург и Нарьинмар-Сыктывкар. С 1 июня по 31 августа жители округа смогут воспользоваться субсидируемыми билетами по маршруту Нарьинмар-Сочи и Нарьинмар-Симферополь. Полеты по этим направлениям будут осуществляться один раз в неделю. Все рейсы будут выполняться на современных 50-кресельных канадских самолетах «Бомбардия» CRG-100-200. Крайний север перестает быть крайним. В Нарьинском автономном округе завершили последние работы по реализации большого трехлетнего федерального проекта «Информационная инфраструктура» по подключению к интернету социально значимых объектов. Это коснулось всех населенных пунктов. Репортаж с места событий из деревень Воланга и Белушье. В рамках реализации проекта новое антенномачтовое сооружение для обеспечения канала связи Нижняя Пеша-Белушье-Воланга построили в 2021 году в деревне Воланга в прибрежной зоне Чешской губы. Вышку мы построили буквально, значит, с учетом всех местных условий нам хватило где-то месяца три. То есть доставка, логистика, привоз необходимых материалов, закрутка свай. В настоящее время канал связи уже работает. В деревне Воланга Нинецкая компания электросвязи дополнительно установила малую базовую станцию мобильной связи, что позволило жителям населенного пункта воспользоваться услугами мобильной связи. Для организации канала связи возведена также мачта в Белушье. Сейчас мы находимся в населенном пункте Воланга. Завершаются работы по монтажу оборудования на антенномачтовом сооружении. Фактически мы сегодня заканчиваем большой трехлетний проект по подключению социально-значительных объектов. Большая работа была проделана нашим окружным оператором Нинецкой компанией электросвязи совместно с генеральным подрядчиком Выполнение работ было обеспечено в рамках реализации федерального проекта в целях устранения цифрового неравенства. Эта программа вся была спланирована с 2019 года. И вот сейчас она завершается, можно сказать, ее первый этап, в ходе которого было построено 11 вышек, подключено 122 объекта жизнеобеспечения, в том числе школы, муниципалитеты, опорные пункты, Росгвардия, полиция и так далее, ФАПы. Это все очень важно. Перспективы развития связи в округе не заканчиваются после реализации большого федерального проекта. Мы будем продолжать работу по всем населенным пунктам. Мы знаем, у нас по каждому есть свое понимание, свой план работы. Хотелось бы отметить, что все наши работы идут в стратегическом направлении. Мы не просто здесь сделали 45-метровую вышку. Это часть большого проекта по развитию интернета в сторону Индиги. И в целом мы в течение двух-трех лет планируем сделать так называемое кольцо. Это от Харьяга на Ринмар и Несь. Закольцуем и обеспечим резервный канал. Ну и в конце хотел бы сказать, что работы по резервному каналу Харьяга на Ринмар продолжаются. И мы также планируем в конце 2022 года завершить этот большой проект для нашего округа. Омский животноводческий комплекс с начала следующего года перейдет в ведение администрации Заполярного района. А вот вопрос строительства фермы для крупного рогатого скота, который, пожалуй, является самым острым в селе, пока остается открытым. На протяжении нескольких лет строительство нового здания заморожено, а старое находится в аварийном состоянии. Таким образом, по старинке, конюх Алексея Ордеев вывозит со стойло-навоз. Морозы, мёрзнет всё. Что-то ремонт делают, крыша текёт. Так-то так, всё падает. Текёт всё так. С крышей самим приходится ремонтировать. Ну так это. И живём. Поддерживающий ремонт здесь проводят ежегодно, но толку от этого мало. Вода есть у нас, скважина, но приходится, автопоилки уже не работают, приходится вручную наливать. Сделали желоба. Полки сейчас поменяли, утеплили, потолок полностью поменяли. До этого потолок падал на коров. В этом году на средства, выделенные Заполярным районом, животноводческий комплекс приобрёл необходимую технику. Пресс-подборщик, кантователь и ухваты для погрузчика сена. Техника пришла с опозданием, поэтому и сенокос в селе затянулся. Если бы всё нормально, в июле мы уже могли бы, в принципе, сено поставить, когда погода хорошая была. Но не было пресс-подборщика. Пресс-подборщик, который нам достался от СПК «Восход», каждый год его ремонтировали и ремонтировали. В общем, в том году мы даже план не доставили, сломался вообще нападет. Ну а сейчас на новом пресс-подборщике, конечно, доставили, но поздновато уже закончили, потому что погода не позволяла. Ну проблема была ещё с вывозкой у нас. Приходится на сухогрузе, который сухогруз дырявый весь течёт. Тем не менее, корма удалось заготовить почти 230 тонн. Этого обычно хватает до следующего сенокоса. Новую ферму в Оме очень ждут. Своя молочная продукция здесь расходится быстро. А в современном здании можно будет и количество выпускаемых товаров увеличить, и ассортимент, а ещё открыть рабочие места. В Наринмаре в преддверии дня сотрудников органов внутренних дел между региональными силовыми ведомствами прошёл турнир по футболу. Как прошли игры и кто одержал победу, расскажем в следующем сюжете. Угловой удар и уверенная игра вратаря. Команда Росгвардии соревнуется в товарищеском матче по футболу с воинской частью. Для разгвардейцев это один из любимых видов спорта. Футбол – это интерес, естественно, всей жизни, как и всех игроков нашей команды. Поэтому прекрасное мероприятие. Надеемся на позитивный... К сожалению, без зрителей, конечно, проводится с учётом ограничений. Но надеемся на позитивный настрой всей нашей команды и полученные, соответственно, эмоции у всех участников. С первой секунды на футбольном поле разворачивается настоящее противостояние двух спортивных коллективов. Команда «Оранжевых» именно в этой форме играет спортивный клуб армии. Служащие воинской части уже не первый раз встречаются с разгвардейцами на одном поле. Футбольный мяч перемещается от одних ворот к другим. Но гол так и никто не может забить. Конец первого тайма – счёт 0-0. Команды играют на равных. Игра идёт равная. По уровню игры одинаковые. Мы, что соперник. У нас постоянно противостояние с гвардией идёт. Уже на многих турнирах, не только на силовых структурах, но и окружных, городских соревнованиях. Посмотрим, кто победит. Именно футбол собрал на одном поле команды из разных силовых ведомств. Игра на поле показывает не только хорошую физическую подготовку, но и сплачивает профессиональные коллективы. Футбол – это, в первую очередь, командная игра. То есть в футболе один никогда не победишь. Поэтому это всегда идёт в сплочение коллектива. Футбол, опять же, основывается на доверительных отношениях. Между друг с другом нужно понимать товарища, своего напарника, так скажем, по команде. Поэтому это только положительно оказывает влияние на коллектив, в котором ты играешь и в котором ты потом работаешь. Игра в футбол – это не просто слаженная работа игроков на поле. Это и новые эмоции. Хороший способ отвлечься от трудовых будней и собраться вместе со своими коллегами в неформальной обстановке. Каждый новый турнир – это что-то, новые эмоции, новые впечатления какие-то, новые организации. Всё как-то, ну, это очень интересно и нужно, я думаю, для развития, опять же, спорта в регионе и поддержания пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи и населения. Помимо разгвардии и воинской части, в состязании приняли участие сотрудники полиции и МЧС. Футбольный турнир проходит уже не первый раз, но игра на кубок начальника управления внутренних дел прошла впервые. В канун празднования Дня сотрудников города внутренних дел, который состоится 10 ноября этого года, Управление средств внутренних дел проводит соревнования по мини-футболу в Нинецком автономном округе на кубок начальника Управления средств внутренних дел Российской Федерации по Нинецком автономном округе. Соревнования проходят при поддержке губернатора Нинецком автономного округа и спортивного общества «Динамо». Первый футбольный турнир состоялся и дал старт новой традиции. Единственное, что не хватало участникам – это поддержки болельщиков. Из-за острой эпидемиологической ситуации матч прошел с соблюдением всех мер безопасности. Теперь ежегодно в преддверии праздника все силовики будут встречаться в неформальной обстановке и бороться за переходящий кубок. Ну а по итогам противостояния победу одержала команда воинской части. Василий Хатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Это вся информация к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.